В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город. Новости по Выборгске» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Новости по Выборгской муниципальной телекомпания. Основная цель – наладить взаимодействие предприятий машиностроительной отрасли Ленинградской области и Татарстана. Уровень аварийности на Выборгских дорогах снизился. При этом сбивать людей на пешеходных переходах стали чаще. Об этом и не только говорили сегодня на очередном заседании Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Выборгского района. Тему продолжит Людмила Перминова. Заседание Комиссии началось с доклада о дорожной обстановке. Как в прошлом году, так и за истекший период 2017-го количество ДТП в Выборгском районе снизилось. Меньше стало травмированных и погибших участников дорожного движения. Вместе с тем участились случаи наездов на людей на пешеходных переходах. В 2016 году их было совершено 27, в текущем – 8. Переломить ситуацию пока не позволяют даже профилактические мероприятия, регулярно проводимые сотрудниками ГИБДД. Председатель Комиссии по безопасности дорожного движения Дмитрий Романенко предположил, что требуется дополнительное обустройство наиболее аварийных пешеходных переходов или передислокация дорожных знаков. Этот вопрос проработают в госавтоинспекции, после чего будет принято соответствующее решение. Еще одна немаловажная тема – перевозка организованных групп детей. Особую актуальность она приобрела после серии ДТП с участием автобусов, перевозивших юных пассажиров в разных регионах России. Чтобы не допустить подобных трагедий, необходимо неукоснительно соблюдать требования законодательства, отметили участники заседания. Также довести до организации учреждений, осуществляющих деятельность в области образования, физико-культуры и спорта, медицины, туристических, экскурсионных и иных сферах порядок и правила при организации ими перевозок организованных групп детей автобусами. При этом транспортным компаниям, занимающимся детскими перевозками, необходимо заключать соглашение не только с юридическими лицами, но и с физическими, если, к примеру, поездку во внеурочное время организуют родители. Которые оговаривают именно вот эти элементы, кто за что отвечает, кто как должен вести ответ. Потому что в пути следования не водитель отвечает за тех, которые сидят в автобусе, а то лицо, либо представитель физического лица, вернее физическое лицо, да, либо представитель юридического лица находится в автобусе и несет ответственность за детей, которые едут в этом автобусе. Перемещаются они по салону в нарушение требований, да, либо же они сидят на месте. На этом же заседании обсуждалась возможность переноса автобусной остановки, находящейся возле Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса в Лазаревке. После того, как территорию учреждения обнесут забором, автобусу, следующему по девятому маршруту, возможно, придется прибывать на близлежащую территорию, куда именно будет определено в недалеком будущем. При этом максимально учтут интересы жителей промзоны и студентов техникума, заметил Дмитрий Романенко. Затем члены комиссии рассмотрели предложение нескольких юридических лиц о создании парковок для инвалидов. Скорее всего, по два места появятся у дома номер 2 на проспекте Ленина и у Дворца культуры. Еще одно парковочное место для людей с ограниченными возможностями планируется организовать у городского дома культуры и у школы номер 13. Эти вопросы проработают детально, после чего примут окончательное решение. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Реабилитационный центр будет построен в Ленинградской области. Планируется, что учреждение разместится в Гайчинском районе в больнице города Комунара, которую реконструируют и оснастят соответствующим оборудованием. В центре смогут проходить реабилитацию пациенты с неврологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, с патологиями опорно-двигательного аппарата. Инвестор намерен вложить в проект более 2,5 млрд рублей. На форуме в Сочи губернатор региона Александр Дрозденко и генеральный директор специальной проектной компании «21 век» Анна Соловьева подписали первое в России соглашение, предусматривающее не только строительство, но и последующую эксплуатацию в виде оказания платных услуг. При этом пациентам по системе обязательного медицинского страхования будут доступны 120 мест. Планируется, что центр реабилитации откроется к 2020 году. О подробностях подписанного соглашения губернатор Дрозденко рассказал премьер-министру Дмитрию Медвезеву, посетившему на форуме экспозицию Ленинградской области. Тот инициативу 47-го региона одобрил. Незнакомцы под видом сотрудников пенсионного фонда ходят по квартирам выборжцев, призывая перевести накопительную часть пенсии в негосударственные пенсионные фонды. В противном случае все накопления сгорят или государство направит их на выплаты нынешним пенсионерам, уверяют мошенники, и предлагают горожанам обезопасить себя от такого развития события, написав заявление о переводе накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд. Мы хотим сообщить, что сотрудники пенсионного фонда на дом не выходят и своих услуг не оказывают на дому. Прием по услугам пенсионного фонда осуществляется в пенсионном фонде или в многофункциональных центрах. Будьте внимательны, не подписывайте документы, содержание которых кажется вам сомнительным. В 2017 году граждане могут перевести свою накопительную часть в негосударственные пенсионные фонды, которых в данный момент у нас 41 осталось, в управляющей компании, их у нас осталось 33, или оставить свои накопления в государственной управляющей компании, которая называется Мнешкономбанк. Что касается уверений мошенников в том, что накопительная часть пенсии может сгореть, то это не так, говорят сотрудники районного управления пенсионного фонда. В случае возникновения каких-либо сомнений, они рекомендуют звонить по телефону, номера которых на экране. Добавим, в настоящее время не более 5% россиян доверили свои накопления негосударственным пенсионным фондам. Около 15% перевели эту часть пенсии в управляющие компании, а почти 80% жителей нашей страны оставили ее в государственном пенсионном фонде. Единый центр скорой помощи создадут в Выборгском районе. Все подразделения подключат к централизованному диспетчерскому пункту. Об этом рассказал заведующий отделением скорой помощи Сергей Чаплиев. Процесс централизации планируют завершить в первом полугодии. Наши корреспонденты с подробностями. До середины текущего года все подразделения скорой помощи подключат к единому диспетчерскому центру. В оперативный отдел Выборги будет стекаться информация со всего района. Сейчас каждый звонок перенаправляется в конкретный населенный пункт, где есть неотложка. Отдельно в Выборг, Светогорск, Приморск, Каменогорск, поселки Рощино и Красная долина. После централизации в оперативном отделе будут видеть всю картину в целом. Все автомобили скорой медицинской помощи оборудованы оборудованием спутниковым, навигационным на базе ГЛОНАСС и GPS. И они отображаются у диспетчера на карте. Диспетчер будет видеть, где находится тот или иной автомобиль, степень его занятости. То есть он свободен, на вызове находится или направляется на вызов. Вся информация будет обрабатываться в автоматическом режиме и минимизируется тот самый человеческий фактор. Централизация позволит также минимизировать время ожидания бригады скорой помощи. Есть свободная машина в соседнем населенном пункте, ее тут же отправят к пациенту. Тем более, что это время регламентируется законом. 20 минут, если человек умирает, не дышит, потерял сознание, отсутствует кровообращение. В этом случае вызов относят к разряду экстренных и обслуживают в первую очередь. Если же угрозы жизни нет, возможно, придется подождать. Время, которое отведено на оказание медицинской помощи в неотложной форме, составляет 2 часа. Кто определяет, в какой форме поступает вызов? Для этого существует диспетчер скорой медицинской помощи, должность называется фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов и передаче их бригадам скорой медицинской помощи. То есть это человек с медицинским образованием, который на основе короткого опроса составляет такую, скажем, картину, информацию собирает у вызывающего и на основе полученных ответов формирует форму либо экстренную, либо неотложную. В отделении скорой помощи напоминают, в вызове может быть и вовсе отказано. Врачи экстренной службы не выписывают больничные, поступают и такие звонки. Не проводят экспертизу алкогольного и наркотического опьянения. Не перевозят инвалидов-колясочников в поликлинику и социальные учреждения. Не доставляют выписанных из больницы пациентов домой. Главная задача скорой – спасать жизни людей. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Крупную сеть наркоторговцев накрыли Выборгем. Широкомасштабную операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и полицейские. Обыски прошли сразу по нескольким адресам в разных микрорайонах города. Одну из квартир брали штурмом. Были задержаны 10 человек. Это молодые люди в возрасте от 22 до 29 лет. Все жители Выборгского района. Их подозревают в торговле наркотиками в особо крупном размере. Некоторые ранее уже были судимы по статьям, связанным со сбытом запрещенных веществ. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и области, группа имела четкую иерархию, были распределены роли между всеми участниками. Использовала банда меры конспирации. В результате обысков изъято около 700 граммов психотропного вещества и полкилограмма курительной смеси, так называемые «спайсы». Мобильные телефоны, банковские карты, весы и упаковочный материал. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователям и оперативникам предстоит большая работа по установлению каналов поставки и сбыта наркотиков, а также иных участников преступной группы. Пятеро подозреваемых заключены под стражу, остальные отпущены под подписку о невыезде. 2017 год объявлен в Ленинградской области годом истории. Областной государственный архив в городе Выборге готовит целую серию интересных выставок. Первая начнет работать уже с мартом в новом виртуальном формате. Она будет доступна на сайте архива. Какие документы попадут в экспозицию, выяснили наши корреспонденты. К 90-летию Ленинградской области начало. Уникальные документы отобрали сотрудники областного государственного архива для новой выставки. Работают исключительно в перчатках, чтобы не повредить многочисленные постановления, отчеты, справки. В них все о зарождении и становлении Ленинградской области. Главная задача нашей выставки – показать по средствам документов, подлинных исторических документов, не искажая историю, как все начиналось. Документы будут представлены, рассказывающие о формировании управления Ленинградской области, о моменте ее деления. Ведь туда входил не только Ленинградская область, туда входил Новгородский округ, туда входил еще Череповецкий округ. Поэтому документы очень интересные, представляющие определенный исторический интерес. Центральное место на выставке займет постановление в ЦИК об образовании Ленинградской области от 20 августа 1927 года. Также будут представлены карты, справки о районном делении, документы, касающиеся организации работы на местах. По ним можно изучить, какие задачи были поставлены перед руководством новой области. Борьба с беспризорностью и преступностью, народное образование, здравоохранение, организация участковых милиции. Видите, сколько людей прошел этот документ. И говорится о том, что снабжение конским составом необходимо для всех участковых милиций. Очень интересные данные. Один милиционер на 5000 населения. А это отчет-листовка о работе административного отдела. Выпущен через месяц после создания новой области. Дополнен рисунками. Исполнитель наглядно показал. Численность аппарата чиновников уменьшилась, зато зарплата выросла. Все документы отсканированы и переведены в электронный формат. Площади читального зала архива невелики и не позволяют показать большое количество экспонатов. А возможности виртуальной экспозиции практически безграничны. К концу мая областной архив запустит следующий этап проекта к 90-летию Ленинградской области. Будут представлены выставки, посвященные городам 47-го региона. Сначала о Луге, затем о Тихвине и Выборге. Кроме того, архивисты готовят большую передвижную выставку от прошлого к будущему. Ее планируют экспонировать не только в регионе, но и представить в Москве. Вероника Когут, Валерий Притяжнюк, Медиагруппа «Наш город». На портале Госуслуг Ленинградской области стартовало общественное голосование за лучшую фотографию. Конкурс месяц назад объявил Комитет по связи и информатизации Ленинградской области. Фото для портала должны отражать преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Присланные работы рассмотрела конкурсная комиссия и отобрала 18 из них. Теперь победители определят с помощью общественного мнения на портале Госуслуг Ленинградской области. Отдать свой голос за понравившуюся работу может любой гражданин России до 10 марта включительно. Победители и призеры конкурса получат подарочные сертификаты на технику и USB-накопители. Если в Ленинградской области 2017 объявлен годом истории, то в Российской Федерации это год экологии и особо охраняемых природных территорий. В этой связи в Выборгском районе проходит цикл мероприятий, разработанные станцией юных натуралистов. Сегодня завершилась серия интеллектуальных игр «Что, где, когда», в которой принимали участие школьники. Кто стал победителем, расскажет Вероника Когут. В центре внимания – особо охраняемые природные территории Ленинградской области. Этой теме посвятили серию школьных игр «Что, где, когда». Сегодня на станции юных натуралистов в финале встретились три команды – победители отборочных этапов. Две команды из шестой школы и команда школы номер семь города Выборга. Всего в интеллектуальных играх приняли участие 13 сборных общеобразовательных учреждений Выборгского района. Не было почему-то Вородинской, Светогорской, Лесогорской, вот та сторона. Ну и еще там ряд населенных пунктов, где есть среднеобразовательные школы, вполне могли бы участвовать. Потому что, как показал сам процесс организации, было очень интересно. Такая атмосфера была азартная, я бы так назвал. Дети были все очень заинтересованы. Был такой какой-то, ну, интерес. В финале отвечали на 18 вопросов. С заданиями справились блестяще. Отличную подготовку высоко оценила жюри – специалисты северо-западного лесничества, станции юных натуралистов и профильного комитета администрации. По итогам заключительной игры третье место, набрав 15 баллов из 18 возможных, заняла команда школы номер семь. Всего на полбалла ее опередила команда станции юных натуралистов шестой школы. Первое место в интеллектуальных играх заняла команда школьного лесничества «Друзья леса», тоже из школы номер шесть. 17,5 баллов. Полбалла сняли не за ошибку. Школьники просто не успели за отведенные две минуты написать полный ответ. Готовиться было очень интересно, занимательно. Игра была интересная, немного напряженная. Вопросов с затруднениями, в общем-то, не было. Я бы советовала всем участвовать в таких занимательных играх. Потому что это саморазвитие, это узнавать что-то о своей природе, о своем лесе. Череду мероприятий, организованных станцией юных натуралистов в год экологии, продолжат районный конкурс экологической сказки и конкурс «Юный исследователь». Вероника Когут, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». В библиотеке «Алта» продолжаются встречи выборских медиков с населением. Очередная состоится 1 марта и будет посвящена Международному дню защиты здоровья уха и слуха. С лекции выступит врач высшей категории, отоларинголог Выборгской межрайонной больницы Владимир Андрианов. Он расскажет о том, как работают органы слуха, что может вызвать глухоту, как защитить слух. По окончании встречи Владимир Андрианов ответит на вопросы зрителей. Начнется мероприятие в 16 часов, вход свободный. Все государственные программы будут перезагружены в Ленинградской области до конца 2017 года. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дорозденко, выступая в рамках деловой программы инвестиционного форума. Он напомнил, что в прошлом году в области была принята стратегия социально-экономического развития, рассчитанная до 2030 года. В ее основу легли шесть базовых приоритетов – индустриальное лидерство, комфортные поселения, логистическое развитие, доступное здравоохранение, качественное образование, продовольственная безопасность. Госпрограммы будут скорректированы с учетом этих приоритетов. Официальный курс валют на 1 марта, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 61,39 рубля, доллар 57,96 рубля. Хоккейный турнир памяти Льва Копейкина в десятый раз состоялся в Выборге. Соревнования прошли на стадионах «Авангард» и «Локомотив». Участие в них приняли четыре команды из Выборга. В первой игре «Легион» разбил реальных кабанов со счетом 6-0. Во втором поединке скрестили клюшки хоккеисты «Фаворита» и «Фортуны». Опытные фаворитовцы одержали убедительную победу с результатом 7-2. А в финале турнира обошли команду «Легион» со счетом 5-1. Переходящий кубок в шестой раз остался у «Фаворита». По итогам турнира лучшим вратарем признан Сергей Кучурко, защитником Максим Смоляк, нападающим Сергей Пахилько. Две золотые медали завоевали выборские спортсмены на первенстве Северо-Западного федерального округа подзюдо. Победителями в своих категориях стали Анастасия Чалая и Олеся Фармага. Всего в копилке школы Олимпийского резерва «Фаворит» 5 медалей различного достоинства. Выборжанка Жанна Рыбакова успешно выступила на международном инвалидном рейтинговом турнире по Новусу. Он проходил в Таллине. В соревнованиях приняли участие 29 игроков из Эстонии, Латвии и России. Сборная нашей страны заняла три первых места. А наша землячка Жанна Рыбакова – третье место в абсолютном зачете среди женщин. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова